После прибытия в Хельсинки нам предстоял долгий путь на север, но прежде хотелось ближе познакомиться с Финляндией, и для этого я выбрал архипелаг Турку. Чтобы добраться до островов, нужно проехать примерно 150 км на запад, в сторону города Турку по трассе Е-18, а после свернуть на юг на съезде к городу Каарина. Приехав в муниципальный округ Парайнен, который является скоплением островов, покрытых лесом, мы решили остаться на ночь в кемпинге за 15 евро, а утром продолжить путешествие. Идея данной поездки заключалась в том, чтобы прокатиться по островам на автомобиле, сделать круг, пересекая проливы на паромах против часовой стрелки. Паромы являются частью автомобильных дорог Финляндии, не предусматривают оплату. Это оказалось на 90% правдой, так как за один из восьми нам пришлось заплатить. Всегда хотел попасть на остров, да еще и на машине. Все оказалось довольно просто, и мы на Хонде пересекаем архипелаг Турку. Утром, собрав палатку и попрощавшись с администратором кемпинга, мы отправились на первый паром. После непродолжительного ожидания в очереди, нас отправили на платформу внутри корабля, которая автоматически поднялась на уровень выше. Желтые паромы бесплатны и оперируют на коротких дистанциях между крупными соседними островами. Они имеют большую вместимость – до 200 тонн. Автомобили размещаются на одном или двух этажах под открытым небом. Белые паромы оперируют на более длинных путях, охватывающих несколько меньших или более удаленных островов. Ходят по более редкому расписанию, иногда не каждый день. Имеется салон для пассажиров, ресторан-кафе и открытая палуба. Они берут небольшую плату за провоз автомобиля или велосипеда. С осени 2009 года провоз пассажиров на них бесплатен. На все у нас ушло два дня, но если очень постараться, можно успеть и за один. Да только дорожки там очень узкие и расписание специфическое. Есть паромы 10-минутные, а на некоторых час-два плыть. Местные приловчились везде успевать, а я на один опоздал и пришлось заночевать прямо напротив пристани в кемпинге. Все паромы бесплатные, просто так заезжаете и все. Некоторые самые мелкие на тросах вызываются кнопкой, но мне не приходилось. Однако один паром оказался платным – 30 евро. А вообще путешествие увлекательное. Каждый паром уникален, будто бы строился под определенную местность и пролив. На некоторых есть помещения, кафе, а в других вы просто сидите в машине или на швартовочной тумбе, или стоите возле бортов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Диана Торзок А нет, я не таком не понял. Это второй, такой только со вторым этажом. Это, наверное, вообще для людей есть каюты, в белом. Паром на Хаутскар. Вот мы уже проехали столько, и вот здесь мы ночевали с палаткой. Еще будут паромы. Какая-то информация не помню пока. Репит, пожалуйста. Оф! 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 Придерживают двери. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Первая остановка была в городе со смешным названием Уси Каукунки Там я обнаружил очень странный музей Бонг В Финляндии вместо Макдональдса в каждом городке присутствует заведение Хесбургер Где соус зеленого цвета Еще в стране нет газовых заправок На этом все, спасибо за просмотр, пока Субтитры создавал DimaTorzok